Здравствуйте, друзья! Вот он, УАЗ Патриот 2018 года. Как обычно, мои машины не мыты, потому что они эксплуатируются в реальных условиях, на бездорожье, и это не луха-релайф. В общем, дело такое, ребят, сейчас коротко и ясно отзыв об этой машине, что нравится, что нет, какие были недостатки. Начну с недостатков. Первое, что бросилось в глаза, это при заправке полного бака автомобиль не показывает полный уровень топлива. Стал разбираться, сказали, что тип не тот поплавок стоит, надо поменять, и по гарантии его обязательно доставят и поставят. Прошло уже полтора месяца, а ВОЗ и ныне там, то есть поплавок так не привезли. Сегодня я звонил дилеру, причем с дилером у меня нормальные отношения, как бы, да, и даже этот факт не позволяет мне получить машину в полном состоянии рабочем. Очень удивительно, чем думают на заводе, когда вот таким образом относятся... Ладно, я фанат марки, но представьте себе ситуацию, когда человек покупает машину за миллион рублей. Реально, вот просто человек с улицы, который не сталкивался с УАЗом еще никогда, и он получает машину за миллион рублей с недостатками, сразу с салона. Причем с такими достаточно серьезными. Сложно рассчитывать запас топлива, насколько его хватит тебе в дороге. Второй минус. Я мечтал об автомобиле с нормальной мультимедийной системой. Как выяснилось, та мультимедийная система, которая стоит на моем патриоте, пришла бракованной на завод. И завод ничего лучше не придумал, как ее таковую и установить. Я не понимаю, что нет отдела технического контроля, который занимается отслеживанием качества устанавливаемого оборудования. Но на этой магнитоле изначально не работает навигация. Вот уже два месяца я езжу на машине, и до сих пор, как в предыдущем патриоте, мне приходится вручную, в телефоне, забивать два ГИС, Яндекс.Карты и так далее, чтобы доехать до тех мест, в которых я не ориентируюсь. Та же самая история. Этот недостаток был виден изначально. Сама магнитола постоянно тормозит. То есть, допустим, из меню радио зайти в меню Home на начальный экран, нужно нажать раз 10 на кнопку Home, произнести пару сотен волшебных матершинных слов, и тогда, о боже, она не зайдет до тебя и включит тебе начальный экран. Периодически она не хочет читать флешки. В общем, магнитола очень хламовая, и, как уверял дилер, ее очень быстро поменяют, и все будет в моей жизни прекрасно, и я снова смогу насладиться технологиями 21 века. Но, увы и ах, два месяца ВОЗ и ныне там. Звонил сегодня опять-таки дилеру. Девушка приятным голосом сказала, что ничем помочь не может, и вообще, они сами очень ждут эти запчасти. Ну, знаете, ребят, ну, на самом деле, практически миллион рублей стоит автомобиль, а ощущение вот все-таки такое, как будто я купил подержанную тележку. Вот если бы я взял машину с рук, у меня бы и не было этих претензий. Но сейчас, когда, блин, ну, оглянитесь вокруг, посмотрите на рынок, сколько предложений, и дилер готов облизывать тебя. И я честно скажу, я уже говорил, у меня хорошие отношения с автосалоном. И если при моих отношениях с автосалоном относятся к этим недостаткам так, то я просто не представляю себе, как бы бился обычный человек, не имеющий вообще никаких знакомых там. Это вот два основных минуса. Третий минус на ходу, когда добавляешь газ в пол, очень сильно дребезжит фильтр воздушный. И плюс небольшие вибрации есть в пол на диапазоне от 100 до 110 км в час. Но я думаю, здесь как бы еще обкатка не прошла, еще там мосты до конца не притерлись. Будет лучше. Движочек. Движочек здесь вроде как модернизированный, 135 лошадиных сил. Ну, на самом деле, тоже пока еще не обкатанный. 5000 км пробег, и пока что эти вот 7 лошадиных сил, они особо не ощущаются. И в динамике даже, мне кажется, что эта машинка похуже, чем Гена был. То есть, мой предыдущий патриот. Но есть и позитивные стороны, и движение к лучшему. Во-первых, стало... Кстати, из минусов магнитола еще тупит мультируль. Добавить звук на ходу, ну, практически задача невыполнима. Это так же, как на хоум нажать. Ты едешь такой, тычешь, 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 тычешь. А он пофигу, у нее там, она своей жизнью живет. У нее там дискач, музло и все, и все прочее. И на хозяина ей вообще наплевать. И с мьютом так же. Звонит у меня телефон. Я нажимаю мьют на руле. И жду. Вот если секунд через 15 заглохнет магнитола, то классно, повезло. А так секунд 30. А человек уже за это время может трубку положить. И ты такой, как бы, ну, окей, перезвоню. Ну, типа, ну, не знаю, и все это на ходу, как бы, и ты отвлекаешься от дороги. Вроде мультируль сделан для того, чтобы ты не отвлекался от дороги. А по факту тебе приходится, как бы, отвлекаться от дороги. И это тоже напрягает и бесит. И ух, как это все неприятно на самом деле. Вот. Но есть и плюсы. Само рулевое колесо стало на ощупь приятнее, аккуратнее. И, что самое интересное, гидроусилитель стал работать легче. Мягче стало сцепление. И вообще, в принципе, чувствуется стремление развернуться к человеку. Но, видно, грузские ручки-крючки не позволяют до конца вот какие-то вещи дожать. Тоже машина с салона пришла, а регулировки сидений по наклону спинки не работают. Куда смотрит дилер, проводивший предпродажку? По идее, должны проверить, а не работает поменять. Пришлось, ладно, я бездельник, я автоблогер и могу себе позволить периодически ни хрена ничего не делать. И мне пришлось ехать в салон, сидеть, ждать, когда там исправят эту мелочевку. Но, ребят, ну ведь может купить человек, который реально работает день и ночь у станка. И когда ему ехать к вам в сервис, непонятно. Плюс, еще одна замечательная особенность. Из-за этого у меня была лада на гарантии. И с гарантией не было никаких проблем. Я мог приехать 9 мая, я мог приехать в Новый год 31 числа. Гарантийщик всегда был на месте. Но, сами посудите, это человек, который, ну, скажем так, поддерживает лицо марки. Отношение к клиенту в плане гарантии, оно крайне важно. Здесь же по субботным воскресеньям гарантийщик отдыхает. И единственное, что может предложить вам дилер, это приехать в будний день, когда вы, естественно, работаете. То есть вы должны взять отгул, потерять зарплату, чтобы сделать то, что вам дали за миллион рублей недоделанным. Либо приезжайте в выходной день и, о боже, за свой счет ремонтируйте. Мы с радостью все починим. Только оплатите запчасти, работу, еще посидите в выходной день. Не выберитесь с семьей подышать воздухом, не погуляйте с девушкой. По прекрасным летним городским улицам, а посидите у нас. Ну, или еще один вариант. Вы можете оставить свою машину, мы пока ее делаем, а вы закажите такси, покатайтесь по своим делам. И потом, когда мы ее сделаем, а мы не знаем, когда мы ее сделаем, мы вам позвоним. И то есть вы должны будете резко сорваться и полететь с радостным щенячьим восторгом, забирать то, что вы купили за миллион рублей, недоделанное, которое вам доделали за ваш счет. Вдумайтесь, блин, в это. Ну, правда, это же жесть. Это реально жесть. Ребят, если вы... Я понимаю, что сейчас на рынке немного автомобилей с такими качествами проходимости за миллион рублей. Но, ребят, вы поймите одно, для человека миллион рублей, для нашего человека в нынешних экономических условиях, это хорошая сумма. И не каждый себе может ее позволить. А кто-то еще берет вот это в кредит и потом, помимо миллиона, еще сверху в течение трех-пяти лет переплачивает проценты. Блин, ну пора разворачиваться лицом клиенту до конца, а не полужопой. Вот. Это по минусам. И на самом деле, это немножко допекало меня еще в предыдущем патриоте. Ладно, я брал его за 650 тысяч. Это намного легче, чем миллион. Да, я, кстати, тоже тот дурачок, который взял его в кредит. Ну, типа, две ошибки в жизни. Свадьба в кредит и машина. Вот, привет, я такой. Ну, тем не менее, я-то фанат. Я-то, у меня-то уаз головного мозга. И на самом деле, я сейчас очень эмоционально обо всем этом сказал, для того, чтобы вы понимали, с чем вы столкнетесь, когда возьмете себе это чудо. Но оно правда чудо. Ему многое обращаешь на бездорожье. Вот. Но на самом деле, я не так эмоционально к этому отношусь, потому что я люблю эту машину, люблю эту марку и готов даже за свой счет ее ремонтировать вместо гарантийщиков. Но, тем не менее, есть, конечно, и потрясающие плюсы. Вся эта электроника, которая появилась, она действительно работает. И она действительно... Вот если у вас раньше был вот топ по проходимости... Да, есть такое понятие пробить дно. А он пробил потолок. То есть, раньше он был топ по проходимости, а сейчас он этот топ пробил и встал еще выше. Вот на этой резине стандартной, 18-дюймовой, шоссейной абсолютно, не было еще в этом году такой грязи, в которой бы я встал. Машина застревает, включаются ассистенты и любую жижу медленно с системой пробуксовки, с системами имитации блокировок, с физической вот этой электронной блокировкой заднего дифференциала машина проезжает. Притом, вот эта шоссейная резина, она абсолютно лысая. Вот лысая, как, не знаю, как я. И то у меня еще есть за что зацепиться. Там чисто канавки для отвода воды и все. И за счет вот этих электронных помощников она преодолевает эти вещи. Тише стало в салоне. Шумоизоляция. Вы помните, если то мой Патрик был абсолютно зашумлен. Там хорошая, качественная была в центре защиты авто, проделана блокировка. Кстати, номер телефона 247-75-75. Вот. Здесь ее нет, и по уровню шума он такой же. И это удивительно. Вчера буквально я ездил в Екатеринбург и на трассе на скорости, ну я сильно не гнал, я аккуратный, на скорости 120 км в час. В салоне, в принципе, мы ехали, общались, разговаривали. Никаких боковые шумы вот эти вот ушли. Окантовка дверей лучше изолирована стала. Вот. В целом, по комфорту, конечно, он стал лучше, чем был предыдущий. Но самое обидное, что те же вот мелкие болячки, которые были, они никуда не исчезли. Кстати, может быть, из-за колес, может быть, из-за изменения вот этой вот неподрессоренной массы, а здесь колеса больше, соответственно, тяжелее, заднюю часть подбрасывает меньше. Ну, по крайней мере, я не видел и не слышал нигде, что они что-то там в конструкции меняли. То есть, по идее, конструктивно там сзади все точно так же, как было на моем предыдущем Патриоте. Здесь, ну, меньше бросают пассажиров. На том УАЗике мы тоже как-то ездили на дальняк, и девушка у меня сзади ехала, которая никогда вообще с УАЗиками не сталкивалась. Она сказала, ебаная, все. Это мы запикаем, да? Нет, так и оставим? Вот, значит, типа Сиваш, что ты себе купил, на чем ты ездишь, как ты вообще можешь на этом кататься? Недавно я прокатил ее здесь же, на заднем сидении, она сказала, блин, другие ощущения, другая машина. Да, больше опций, больше электроники. Не знаю, как она поведет себя в перспективе, надежно ли она сделана, так ли, как надо, проложены провода, и вообще не куплена ли она на ближайшем авторазборе, с какого-нибудь Duster или Land Cruiser, а УАЗ может так поступить, я вас уверяю. Это вот прям инфа сотка. В общем, если оно действительно новое, надежное, и от тех фирм-производителей, которых они обозначают, то, я думаю, проблем не будет в перспективе с электроникой. В общем, поживем, увидим. Я думаю, что в ближайшие года три вы все будете знать об этом автомобиле, что с ним происходит, и как я постараюсь почаще с вами видеться. В общем, друзья, нет худа без добра, что бог не делает все к лучшему. До новых встреч, и удачи вам на дорогах. Пока-пока.